Ребят, ну что, всем привет! Привет с вами на канале Play at Home! Мы с вами с вами продолжаем играть в игру Астронер, продолжаем исследовать, продолжаем изучать. И сегодня я хочу сходить с вами по грибы. Да-да, вы не ослышались именно по грибы. Вы многие, наверное, встречали вот такие вот у нас грибочки, которые у нас с красными такими глазками и с шипами. Но, ребята, я вам скажу следующее. Оказывается, их можно выращивать. Их можно выращивать у себя на базе и не только. И что из этого у нас все-таки выйдет, я хочу вам сейчас это показать в видео. Для этого нам потребуется, ребят, все очень просто. Нам потребуется, соответственно, найти вот такие большие грибы, которые уже, в принципе, сами по себе выросли. Вот, сейчас мы к ним подойдем. И, соответственно, что мы сделаем? Мы их сейчас грохнем. После того, как они умирают, видите, у них появляются вот такие маленькие грибочки. Нам надо будет их просто подобрать. Мы пушку убираем уже. Вот они вот так у нас выглядят. Вот мы их сейчас к себе на спину загрузим фастом. И быстренько-быстренько-быстренько побежим к себе на базу. Почему хочу именно туда вытащить, ребят? Ну, потому что вы сейчас увидите. Они, кстати, сейчас на данный момент живые. Вы видите, да, семена. Они у нас находятся на нашем рюкзачке. Соответственно, мы их сейчас можем куда-нибудь утащить и там их посадить. Пока, кроме как чисто декоративного прикола, я их особо смысла не вижу. Но скажу вам следующее, ребята. Их сейчас мы можем посадить на базу. И они, естественно, у нас превратятся в один большой гриб. Ну, в смысле, не именно. Они все дружно превратятся в один гриб. Каждая семя даст свой плод. На самом деле, честно, для меня это удивительно. Почему? Потому что, по сути, все, что здесь, ну, скажем так, доставляет вам некую угрозу, да, некий дискомфорт в плане того, что вы бегаете и играете на этой, ну, выживаете на этих разных планетах. Соответственно, оно вас все может убить. В данном варианте... Точнее, вы можете это убить и это, в принципе, никак не появится. В данном варианте вы можете это еще подобрать и высадить. Не знаю, может быть, кто-то это будет все выращивать, огромное делать пастбище. Может быть, кто-то будет по себе делать некую стену. Но, предположим, мы хотим их вот посадить сейчас и посмотреть, как это все у нас будет выглядеть. Во-первых, давайте, наверное, найдем местечко, где мы их посадим. Ну, главное, наверное, явно не в центре базы. Давайте вот около нашего крутого... Ну, от ветра его отсюда отбросило. Поставим здесь, где они туда вот на этом месте. Мы тут его и воткнем. Так, берем наше семя. Вот мы раз. Видите, оно у нас посадилось вот так. На неком расстоянии второй грибок и третий. Вот так мы взяли и посмотрим, что у нас из этого теперь выйдет. Ну, осталось теперь только какое-то время, ребят, подождать, когда оно вырастет, когда он начнет расти. Вот. Сколько на это время уходит? Паритка, наверное, где-то минут пяти. Где-то, может быть, плюс-минус. К сожалению, он не будет, знаете, то есть, каждую секунду там увеличится в своих размерах. И тем самым, скажем так, будет виден рост его. Хотя, хотя... Нет, смотрите, ребят, я вас обманул. Я вас обманул. Этот маленький паразит увеличивается. Да-да-да, он увеличится в размерах. То есть, я, походу, просто когда первый раз это все делал, ну, точнее, экспериментировал, у меня получилось так, что я, ну, посадил эти грибы, отошел, ну, не именно, не здесь, не здесь, в другом месте. Да, посадил эти грибы, отошел, вернулся. Они хрячь уже большие. Я бы, судя, был уверен, что они, как бы, знаете, там, через какое-то время, там, типа, колдауном просто меняются. А вы посмотрите, они реально растут. Они реально растут. А, кстати, ну-ка, они колятся, нет? Нет, они не колятся. Они, кстати, хорошие. А гриб на спине? А гриб на спине? На спине, кстати, я еще не пробовал его оставлять. Но он, по-моему, что-то не особо-то растет. Блин, твою дивизию, а? Какая хрень у нас тут появляется-то, вы посмотрите. Очень странно. Ну, да, скорее всего, из-за того, что все-таки я убегал от грибов, поэтому я не увидел их роста, да. Ну, вот видите, тем более, нечто новое сейчас я для себя узнал. Боже, как они быстро растут, реально. Вы посмотрите. Они просто... Он еще глазами моргает своими или что? Вот это что такое? Он, по-моему, моргает. Он реально моргает. А вот на спине, на нашей, что-то он не хочет расти. Понятно. Очень плохо. Очень плохо. Я был уверен, что на спине он тоже может вырасти. Но... А, кстати, я могу сейчас его сорвать? Я его теоретически могу попробовать сорвать сейчас. Давайте попробуем сейчас его снять и, может быть... Нет. Уже все. Он уже все. Он уже не хочет. Не хочет сниматься. Он уже не стал с семенем. Хм. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Сейчас посмотрим, до какого состояния он, в принципе, у нас вырастет. И будет ли он отличаться от тех грибов, которые находятся в пещерах, которые растут на далеких от нас расстояниях, предположим. Ну, или вообще по своей, может быть, смертной... Может, кстати, они вообще не будут убивать. Кто его знает. Мне вот больше интересно, почему вот этот гриб не растет. Смотрите, он реально шевелит. То есть, он там мутирует, во что-то превращается. В общем, какая-то подпитка нужна. Хотя я вроде как и так стою. В принципе, около... Ну, около где зарядка есть и все остальное. Вы посмотрите, реально он... Ну-ка, сейчас можно попробовать подойти. Он убьет? Нет, интересно. Нет, он не убивает. Он не убивает. Но он, по-моему, еще все-таки мы... Я так смотрю, не достиг того предела. Вот сейчас смотрю, вот здесь вот сейчас точка. Да, он поднимал. Он увеличивается. Видите, я вот мышку сейчас навел, как на границу. Вот здесь давайте. Здесь лучше видно будет вот тут. И видите, мышка все ниже и ниже становится. Точнее, ну, гриб растет и это видно. Классно. Классно, классно, классно. А вот этот маленький звездюк почему-то не хочет расти. Да. Блин, а все-таки интересно, для чего сделали разработчики, вот такую тему, чтобы можно было именно забирать семена и выращивать у себя грибы. И почему сделали интересно только вот такие грибы, только вот эти, которые шипастые. Я бы с удовольствием был вот этот желудок, такой мешочек, который ядом плюется. Я бы обязательно где-нибудь себе поставил, если честно. По мне, так он вообще, ну, такой достаточно голамурный. Вам можно сделать прикол даже, если там вдвоем, втроем, в четвером играешь, такую некую защиту сделать из них. И бегать, захватывать другие, ну, точнее, соседские базы. То есть, знаете, ну, в недалеком расстоянии две базы такие, типа, сделать. Было бы вообще эпично, на самом деле. Ведь стоит ли просто включить фантазию, игра достаточно может много подарить еще. Мне кажется, даже разработчики сами не догадываются то, что они нам подарили, то, что они сделали. Нет, этот как-то вообще, ему пофигу абсолютно. Он не хочет нифига расти. Да. Я был уверен, он на спине он тоже смог... Вот этот, по-моему, все. Видите, он мутировался вообще в хороший такой грибочек уже, поэтому... Мне кажется, они сейчас могут грохнуть, если честно. Ну, давайте попробуем подойти. Ах ты, сука, ах ты, сука. Да неожиданно, как меня воткнуло, а. И ты извиняюсь за ненормативную лексику. Да, этот звездюк теперь убивает. Этот теперь звездюк убивает. Очень странно, на самом деле, что вот этот не растет. Блин, почему? Почему он не растет? Может быть, ему какие-то нужные спецусловия? Хотя, очень странно. Очень странно. Просто... Блин, может быть, в тени надо с ним находиться? Может, он не хочет категорически расти, потому что вот как-то так? Хотя, ну, это бред, это просто мои уже, не кажется, догадки. Потому что, ну, эти-то грибы можно выращивать здесь. Да, эти грибы можно выращивать. Ладно, что-то, да, наверное, возьмем это семя, посадим, где-нибудь здесь тоже сбоку его. Пускай оно растет и процветает. Естественно, ребята, мы к ним подходить не будем. Мы не будем их трогать. Кстати, ну-ка, мы можем уже подобрать его. Кстати, а давайте сделаем, мы подождем. Сейчас чуть-чуть он приподнимется. И попробуем его к себе повесить на рюкзак. Просто, мне кажется, такое ощущение, что он только из-за того, что ему нужна какая-то земля или почва. Он просто у нас в рюкзаке-то ее не чувствует. О, видите, все, начал расти, начал прорастать. Забираем. И к себе его в рюкзак. А, нет, он, смотрите, он опять стал зародышем. Нет, не хочет он, короче, прорастать. А здесь мы сейчас, если его посадим, он станет опять зародышем или продолжит? Нет, он опять стал зародышем, то есть не будет дальше прорастать. Да, вот такие вот у нас, ребята, с вами удивления происходят в игре. Если честно, не знаю, зачем это все сделано. Но на самом деле, опять же-таки, это некий вариант для творчества. Это некий вариант для того, чтобы мы могли с вами как-то разнообразить игру, что-то придумать. Ребят, я думаю, на этом пока все. И если у вас какие-то есть предположения, для чего все это сделано, или как можно это все дело использовать, пишите в комментариях, с радостью это все почитаю. Если есть какие-то у вас коррективы, с удовольствием их приму и выслушаю. Ну а с вами был Сергей Плэй. Я вас всех очень сильно люблю. Ставим лайки. Всем пока.